здравствуйте уважаемые зрители подписчики канала да да это именно она это именно третья сибирь та самая игра которую мы с вами ждали ждали 12 лет та самая игра которая ожидалась 2005 года и вот наконец-то 17 и мы наконец-то можем пройти третью сибирь замечательный саундтрек в меню я немножко полазил по настройкам здесь есть одна особенность игра возможно в режиме путешествия это простой режим когда у нас все подсказывается все напоминается и взаимодействие подсвечены но это не наш метод и мы будем играть на режиме приключения на сложном режиме когда не поймешь то куда надо тыркать то есть где у нас все не подсвечивается ну что можно сказать об игре по большому счету это все тот же самый не стареющий бенуа сокаль это все та же самая студия микроидс лично я в восторге я еще даже не запускал ее но я уже просто в предвкушении но в принципе кому интересно слушать мою болтовню так что мы уже начнем прохождение я сделаю только одну ремарочку что игра куплена в стиме для любителей торрентов сразу хочу вас обломать в игре стоит защита дну в но поехали друзья вы хотите испытать и получать меньше подсказок как в предыдущих частях игры до приключения кнопки странно прописаны не знаю как это все скажется на игре но ребята это 3 сибири и мы начинаем рекомендуют игру проходить на геймпаде но я чат пробовал подключить свой геймпад он мне сказал иди отсюда мальчик не хочу с тобой дружить поэтому мы попробуем на клавиатуре но если будете совсем печально тогда геймпад а этот саундтрек а а а а а Малыш Юки И племя И уколов Три месяца назад кочевники нашли ее, умирающей в Северной Сибири. Уокер, Кейт Уокер. Родилась в Нью-Йорке, США. У нее с собой был американский паспорт. С прошлой недели она в клинике. Она поправляется. Ей уже лучше. Вы уверены, доктор Ефимова? Задержите ее там, до нашего прибытия. Я сделаю все, что могу. Можете рассчитывать на меня, полковник. Музыка Голова Привет, Кейт Уокер. Маленький Юкол, да? Ну, привет. Поговорим, Кейт Уокер? Не бойся меня. Все хорошо, Кейт Уокер? П-привет. Меня зовут Курк, Кейт Уокер. Курк из племени Юколов. Ты помнишь Юколов? А где мы? Я плохо помню. Была жуткая буря, снег, лед и пустота. Мы в клинике доктора Замятина, в городе Вальсимбор. Как я тут оказалась? Мы, Юколы, переходим со своими снежными страусами в священные земли. Это долгий путь. Особенный. Месяц назад мы нашли тебя полумертвой на берегу реки. Мы подобрали тебя и слегка подлечили. Потом мы продолжили свой путь. Сейчас мы оба находимся здесь для того, чтобы поправиться. Так, ребят, ну, давайте... Что? Молчишь? Когда будет возможность, мы уже... Я скажу свое мнение, пока мы поговорим просто. Все хорошо, Кейт Уокер? Что с тобой случилось, я считаю? Ты потерял ногу. Это несчастный случай. Знаешь, кочевников не все любят. Но ты за меня не волнуйся. Доктор Замятин попросил мастера из Вальсимбора сделать мне новую ногу. Он наденет ее на меня. Считай, словно новая нога вырастет. Почему ты привязан к этой койке? Это мадам Ольга, помощница доктора Замятина, решила. Она говорит, что я беспокойный, и это единственный способ меня лечить. Видимо, чтобы сделать ногу, нужно много времени. Между тем, мои люди без проводника и ждут меня со стадом, чтобы продолжить путь. То есть он еще и проводник, да? Так, ну давайте по порядку, если это будет возможно. Извини, но спрошу. Твоя нога. Что случилось? Солдаты бомбили путь, по которому мы шли с караваном. Просто так. Чтобы напугать нас и заставить вернуться. А я был близко к месту взрыва. Кусок камня. Вот так. Хочешь сказать, власти сделали это нарочно? Как так? Они считают, что миграция снежных страусов пережиток прошлого. И племя должно, наконец, осесть. Но этого никогда не будет, Кейт Уокер. Мы не пойдем против духов. А духов Юколы боятся куда больше, чем солдат. Знакомые Юколы хуже говорили на моем языке. Впечатляет. Ого. Тоже. В нашу деревню иногда заходили проповедники и торговцы. Они и научили. Я очень быстро учусь, Кейт Уокер. Без этого никуда. Ведь мне предстоит вести свой народ. Не хочу обидеть, но не слишком ли ты молод для этого? Духи не принимают во внимание возраст, когда выбирают вождя Юколом. И духи очень мудры. Они не ошибаются, когда выбирают того, кто поведет наш народ в священном переходе. Зачем Юколы совершают переход? Мой народ неотделим от снежных страусов, Кейт Уокер. Их шерсть защищает нас от холода, их навоз удобряет наши грядки, их мясо кормит нас. Еще мы возим на них грузы и ездим верхом. Поэтому мы должны следовать за ними. А они идут из-за погоды? Ну, Кейт Уокер, они идут в священные земли для размножения. Такое происходит лишь несколько раз за сотню лет. Редко какой Юкол может похвастать тем, что за всю свою жизнь был более чем в трех таких переходах. Что же, Курк, была рада познакомиться. Надо, наверное, сказать теперь персоналу, что я очнулась. У меня все хорошо, и мне незачем здесь оставаться. Конечно, Кейт Уокер. Во дворе наверняка кто-нибудь будет. Может, и мадам Ольга. Так, ну хорошо, друзья. Прям первые впечатления, прям первые наблюдения от игры. Во-первых, у Кейт на шее висит медальон. Медальон этот напоминает механическое сердце, которое она извлекала из Оскара, так ли это или нет. Что же мы вообще увидели? Насколько я понял, когда Кейт у нас посадила Ганса на Мамонта, и он уехал, она, видимо, попыталась вернуться, но так и не смогла пройти по Сибири. Также хочется сказать, что... Чего я действительно опасался. Персонаж действительно неизменный и дико узнаваемый. Как она была доской, так она доской и осталась. Ну, это так. В заметке. Более того, что хочется сказать. В принципе, ходить отвратительно. Да. Тут, конечно, к геймпадам было бы лучше, но ничего. Привыкнем как-нибудь. Рисовка мира напоминает чем-то серию игр от Telltale. Бэтмен, тот же самый, тот же самый Волк среди нас и так далее и тому подобное. Но в принципе, в принципе, все довольно нормально. Я знаю, что у нас есть инвентарь. Да, это действительно сердце Оскара. Мы можем вещи теперь осматривать. Это прикольно. Так, давайте разберемся сразу, чтобы знать, что мы можем делать, что мы делать не можем. И у нас есть журналы, да? Есть еще журналы. А как менюшку листать? Неизвестно, да? Хорошо, у нас есть сердце. Это прекрасно. Что значит проверить? Я не понимаю, что значит проверить. Потому что и проверить, и вернуться, это одно и то же. Стоп. Как это? Подождите. Все, что осталось от дорогого Оскара. Ага. А как я ее провернул только что? Все, что осталось от дорогого Оскара. То есть, это, видимо, так и есть. Это именно вот... Ну ладно, разберемся. Все это ерунда. Давайте теперь думать, что же здесь происходит. На удивление, этот товарищ Юкол говорит очень даже слаженно. Да, он действительно неплохо разговаривает. Это меня дико удивило, но он это дело объяснил. В принципе, зачет. Будет ли у нас что-либо как-то подсвечиваться? Не знаю. Потому что мы выбрали с вами сложный режим. Я пока ничего не знаю. Но в любом случае, что здесь происходит? Здесь появляется какая-то странная армия. Да? Они вандалы. Они вон бомбят бедных несчастных Юколов и навязывают свой тоталитарный режим. Уже мне это не очень нравится. Честно скажу. Ну, посмотрим. Есть тут кто-нибудь? Вряд ли тебя кто-то слышал, Кейт Уокер. Попробуй нажать на кнопку звонка возле двери. На большую красную кнопку. Там менюшка какая-то есть. И что, в принципе, сразу сказывается. Графика классная. Графонди классный. Бегать мы можем, но бегаем мы примерно с той же скоростью, что и ходим. Это да, это забавно. Не знаю, где это нам понадобится. Но, в принципе, терпимо. Играбельно. Играбельно на мышке, играбельно на клаве. Двигаемся дальше. Я уже тут заговорился, но меня просто переполняют эмоции. Я прям хочу увидеть в игре что-то и от старенького, и увидеть действительно новенькое. Но то, что ввели сюда солдат каких-то страшных, и это баба с ними в сговоре, которая сидела там медсестра, это понятно сразу. Так, 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 так. Ага. Крепко прикручено. Отшурупить, то есть, это можно будет. Нет. Не работает курка. Ммм. Я видел, как им недавно пользовались сотрудники клиники. Осмотри механизм, Кейт Вокер. Может, ты его починишь? Ну, в общем, для особо одаренных среди слаборазвитых. Я понял. Нам нужна какая-нибудь фигня открутить гаечку. Хорошо. Может, я куда-то не дошел или что-то не посмотрел. Может, у курка есть в заначке, отвертка. Ну, а почему бы нет? Вот столько всего. И, честно скажу, довольно продвинутый механизм у всех вот этих кресел. То есть, я не могу сказать, что это делал Форальберг. Ну, вот теоретически это возможно. Так, посмотри. На что? Что здесь делает сова? Сова подглядывает. Это, видимо, Вальсимбор. Город, о котором говорил Курк. Ладно, хорошо. В принципе, вроде как зоны взаимодействия все равно видны. Хотя я это делал вроде как и отключил. Ладно. И не холодно ей вот так шляться. Ладно, ладно. Так. О-о-о. Тут что-то. Тут что-то есть в сундуке. Нет, только сундук недоступен. Это странно. Нет, вообще никак недоступен. Может, потом. Давайте поговорим с Курком. Может, он нам что-то еще подскажет. Выйди во двор, Кейт Уокер. Дверь как раз ведет туда. Я только что оттуда. Снежные страусы не отличаются особым терпением, Кейт Уокер. Они, наверное, уже ух... Ну, понятно. Небольшой глюк с переводами. Не совсем с переводами. Скорее... Ну, ладно. Ладно, ладно. Так, хорошо. Может, нам какая-то деталька из сердца Оскара нужна? Тогда я еще не понял, как пользоваться инвентарем. Как взять вещь в руку, например. Все, что осталось от дорогого Оскара. Это что значит? Это значит посмотреть, да? Типа механический глаз. А я... Ага, это закрывает. А как я его повертел? Или я его не вертел? Как его вообще можно как-то повертеть? А, нет. Нет, 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 нет. Вот, смотри, проверить, да? А как, что? И на четверку, и проверить, и осмотреть. Хорошо, может, тут... Нет. Все, что осталось от дорогого Оскара. Я как-то куда-то... А! А-а-а! Во-во-во, понял. Чтобы вертеть, надо доводить до края экрана. Вот так вот. Да? И тогда она поворачивается. Вещь. Это не очень удобно. Особенно если учесть, что на ней может быть что-то... Нужно будет просмотреть. Ну, ладно. Тут, видимо, настроечный механизм в самом сердце. И вроде бы на нем ничего любопытного нет. Ни защелок, ничего. Только посмотреть я на него могу. Нет, сердце здесь явно сейчас ни при чем. На боку там есть инструкция для открывания. Крепко прикручено. Я понял, что крепко прикручено. Вопрос только, чем тебя открутить. А подождите. А получится... Да, смотрите. Как неудобно. Ваня, отвиньте эти болты... На этой схеме показано, как включить звонок. Но я ничего не смогу сделать, пока его не вскрою. Осмотри комнату. Уверен, ты найдешь что-нибудь, чем его можно вскрыть. Ну, вы знаете, это не очень хорошо. Это не очень хорошо в том плане, что... Так, супчик. Что лучше бы это было доступно сразу, чтобы я мог осмотреть комнату, а не ждать скрипта на осмотр комнаты. Ложка. Или нож. Вполне сойдет. Вот это должно помочь. Попробуй с его помощью починить звонок. Не, ребят, ну это совсем для имбецилов вы уже объясняете. Тем не менее. Инвентарь. Ну, осмотреть, допустим. Проверить. Из ножа выйдет хорошая отвертка или рычаг. А, это нож проверить. Я думал, она им кнопку ковырять, собралась. Ладно, понятно, использовать. А, я то есть, я кручу, понятно. Вот жесть-то. И нежно-нежно глажу мышкой. Давай, давай, давай. Так. Посмотрим, смогу ли я починить механизм. Не знаю, что делать. Может помочь та схема, которую ты заметила раньше. Я вас умоляю. Тащи вот сюда этот провод, да и все. А, вообще, стоп. Странно. Провод будто нарушно отсоединили. Ага. Допустим, раз. Ну, и че? Пимс? Ага, вот так. Супер. Вернуться. Немножко несвойственное управление, скажем так. Немножко непривычное. Наконец-то. Так, осталось найти начальство. Молодец, Кейтвокер. А я немного отдохну. Постарайся перед уходом зайти и попрощаться. Это точно не Канзас. Хорошо, где мы оказались? Это меньше всего похоже на... Никита, иди охлади голову в фонтане. Может, болеть перестанет. Не на этот раз. Это необычная головная боль. Тут как будто гвоздей в череп насыпали. Да, это серьёзно. Ты говорил с мадам Ольгой или доктором Мангерингом? Нет. Может, потому что это... Они мне гвозди в голову и засыпают, пока я сплю. Гвоздь за гвоздём через ностри. Как я и говорил тебе. Неправда. Доктора лишь хотят, чтобы мы поправились. Попозже сходим, посмотрим птицу в вольере. Ты тогда сразу успокоишься. Это самое то, когда в черепе гвозди. Кое-кому следовало бы поговорить с ремонтниками. Ну да. Ты тоже видела мамонтов? Скажи персоналу, они тогда мне поверят. А драконов тоже видела? Да, ребят, это натуре какой-то психдиспансер. Или как это у нас называется? Там ничего? Я, в общем-то, нет. Наверное, ничего там, стенка. Так, товарищи медбратья. Так вы проснулись. А доктор Ольга знает? Нет, я еще не успела сказать. Я только взломала замок и починила. Привыкаете к этому месту? Думаю, вы еще побудете с нами. Починила звоночек. Хорошо, это зеркало, да? Это не какое-то там помещение. Давайте осматриваться здесь дальше. Место прелюбопытнейшее. Пренепонятнейшее и прелюбопытнейшее. Нет, бегает она не намного быстрее, чем ходит. Так, вот этого товарища побеспокоим. Я пытался. Пытался сказать, что мне уже лучше. Но они не слушали. Ну, бывает. Так, лифт. Прелесть. Небось закрытый. Лифт на выход. Ну и как мне его открыть? Наверное, тебе нужен волосатый ключ. По крайней мере, это логично. Свет, ветер, жар. Я все еще это чувствую. Мне каждую ночь это снится. Не знаю, пока все непонятно. И довольно странновато. Вот там решетка, да? Мы можем туда пройти. Если я только приловчусь к управлению. Ну, немножко со временем, ребят. Это механические птицы, о которых говорили наши товарищи. Какие красивые птицы в вольере. Матушка была бы рада. Она так любит птиц. Всегда любила. И всегда будет. Механические попугаи, да, как бы? Нет, все равно поинты интереса есть в игре. Ладно, ножиком мы это дело, походу, не вскроем, да? Ладно, пока нам здесь делать нечего. Давайте попробуем связаться с кем-нибудь из персонала этой больнички. Потому что то, что здесь происходит, это крайне странновато. Доктор, доктор, доктор. А вот здесь чего? А здесь есть вентиль, как минимум. Ага, ага. Так, тут ничего интересного. Почему они все обожженные какие-то? Привет. А вы, собственно, кто, мисс? Да. А, с кем имею честь? Ага. Я Кейт. Кейт Уокер. Кейт? Кейт Уокер. Вы явно не местная. Да. И как же вы сюда попали, Кейт Кейт Уокер? Меня принесли юколы. Юколы. Курокрады. Отребье слабоумное. Чума в Альсимбурре. Да. Теперь они и нам решили подгадить. Вы говорите о Курке, да? Мы уже 20 лет в этой клинике. С тех пор, как вернулись из Баранура. Слушайте, тут ведь всегда была первоклассная больница. Мы очень разочарованы, что мадам Ольга теперь пускает сюда этих дегенератов с севера. Хватит, Антон, хватит. Адам Ольга знает, что делает. Видимо, у нее есть причины пускать сюда этих грязных карликов. Мадам. Так, давайте по порядку. Вы не подскажите мне, где здесь выход? Вон там. Но уйти не получится, пока не побеседуете с доктором Мангелингом. Да. Он решает, здорового вы или нет. Вы тут, правда, целых 20 лет? Да. Нас с друзьями оставили для обследования после той чертовой работы в Барануре. Мы с Леоном тут чуть ли не последние. И особо не знаем, что случилось с другими. Должен сказать, там некоторые совсем плохи были. Ребятам крепко досталось. Счастью, мадам Ольга о нас хорошо заботится. Нас прямо окружили заботой. Да, она о нас хорошо заботится. Настоящая леди, я вам скажу. Кто-то из них мне врет. Баранур? Что за Баранур? Место такое. Чертова дыра. Вы расскажете мне, Антон? Это все, что я могу сказать, Кейт Кейт Уокер. Не хочу вспоминать. Тогда я вас покину. До свидания. До встречи, Кейт Кейт Уокер. Да, до встречи. Интересная озвучка такая. Для Кейт, конечно, хорошо подходит. А вот некоторым персонажам, мне кажется, так себе. Ну хорошо, путь туда у нас только через доктора. Доктор Мангеллинг. Доктор, по идее, на нашей стороне. Но не факт. А, вы проснулись, номер десять. Чем могу помочь? Думаю, что я уже здорова и хотела бы уйти. Учитывая ваше состояние, этот вывод кажется мне преждевременным и даже неразумным. Номер десять. Да, у нас имя есть. Я вам не номер. Меня зовут Кейт Уокер. Обращайтесь ко мне по имени, доктор. Вот и превосходный пример. Ваша агрессивность. Боюсь, это может быть тяжелый посттравматический синдром. Вы отказываетесь меня отпускать? О, конечно же, нет, мисс. Я вовсе не намерен злоупотреблять своим положением. Тем не менее, сначала вам надо будет пройти ряд тестов, которые должны продемонстрировать ваше выздоровление. Прошу, садитесь. Я... сюда? Да-да, не бойтесь. Че-то как-то... Я бы этому не доверял, типа. Не беспокойтесь о браслетах. Это простая формальность. Часть плана лечения, составленного доктором Ефимовой, начальницей отделения. Итак, можно начинать. Назовите, пожалуйста, ваше имя, фамилию, возраст и место рождения. Давайте соврём. Мне повторить вопрос? Честно говоря, доктор, я не помню. А детектор лжи показывает другое. К счастью, за вас говорит ваш паспорт. Кейт Уокер, 29 лет, родилась в городе Нью-Йорк, США. Вы тут используете детектор лжи? Обычная процедура. Прошу, не волнуйтесь. Лучше расскажите о своих близких. Вы с ними в хороших отношениях? Не в самых хороших, потому что мамка в шоке. Я начинаю терять терпение. Детектив тоже. Нет, я с ними не общаюсь. А наш бойфренд ушёл к другой. Ушёл к моей лучшей подруге. Вы погрузились в хаос и анархию, мисс Уокер. Эта склонность к беспорядку связана с Гансом Форальбергом и Оскаром. Вы постоянно говорили о них, пока были в бреду. Ответьте, пожалуйста. Давайте всё-таки полупранту. Оскар был автоматоном, а Ганс Форальберг его создателем. Мы подружились, и я отправилась с ними в далёкое путешествие по Европе. Это всё. Но это правда. Почти. Признаюсь, меня интересует тот факт, мисс Уокер, что в своих путешествиях вы контактировали с народом юколов, с кочевниками, которые принесли вас в Альсенбор. Как вам кажется, чего нам стоит ждать от этого примитивного племени, дикарей, которые не признают законы, границы и цивилизацию? Я начинаю терять терпение. И что будет? Надо их оставить в покое, конечно. Я думаю, доктор, что их опыты живут в гармонии с природой, временем и пространством. У них нет повода изменять свой образ жизни. Вот отличный пример типичного американского идеализма. Возможно, вам следует немедленно вернуться в Нью-Йорк. Я уверен, ваши блестящие идеи найдут там должное признание. Ничего не будем говорить. Понимаю. То, как вы молчите, уже является ответом, мисс Уокер. Доктор, значит, вы хотите продолжить ваше путешествие. Опасное предприятие без цели и смысла. Какая жалость. У вас ведь было блестящее будущее в Нью-Йорке. Это не вам решать, доктор. Полагаю, наша беседа убедила вас, что мои травмы не оставили психических последствий. Поэтому я хотела бы немедленно выписаться. Конечно, конечно. Прошу успокойтесь, мисс Уокер. Простите, но я не привыкла к подобным допросам. Несколько лет назад я допрашивал бы вас по-другому, мисс Уокер. Должен признать, я иногда скучаю по старым, добрым, традиционным методам. Вы один из последних представителей исчезающего мира, мисс Уокер. Мира беспорядка, по которому никто не будет скучать. Ну так ты меня выпустишь или нет? Этот ключ, как вы, не структурирован, не управляем. Если сможете покинуть этот этаж с его помощью, то докажете, что вы лечились окончательно. Перед уходом я хотела бы забрать свои вещи. Они вон там. А у нас была кружка, да? Ладно. Так, пошмонаем этого товарища. Что тут у тебя есть вкусненького? Наверное, ничего, да? А где мои вещи? А, нет тут, да, наверное. А, нет тут. Обернитесь. Моу. Смотрите свои задания. На О какую О. Я вроде жму. Ну, журнал, да, наверное, журнал? Нет. Журнал это наши записки. А, может потому что мы отключили задания, мы их и не видим? Ну, в принципе, я помню, что надо делать. Ну, хорошо, друзья, пойдемте попробуем разобраться, что же там за ключ такой хитрый. Потому что больше тут ничего особо интересного я не вижу. Но мы явно вернемся к птицам. Явно что-то надо будет делать с доктором еще. Я, правда, не совсем понял, как работать с инвентарем. Мы нажимаем, да? Листаем. У нас есть ключ. Теперь, как его применить? А, вот так. Не перетаскиванием. Просто вещь, которой можно взаимодействовать, начинает светиться. А теперь, как это все работает? Ага. Ага. Так, вторая ножка это у нас, наверное, вот так. Не очень удобный ракурс, если честно. А принцип взаимодействия вполне ясен. Так, так, так. Это мы уже поставили. Что-то вроде такого. Ладненько. Ой. В чем дело, мисс Мокер? Я не понимаю. Ключ. Он не открывает. Я вас предупреждал. Вы еще не настолько поправились, чтобы вас выпускать. Отгавнюк. Что мне делать? Но... Но... Что же мне делать? Как насчет того, чтобы вернуться в палату, лечь и выздоравливать дальше? Посмотрите на меня. Я в порядке. Вы должны меня отпустить. Невозможно, мисс Мокер. Правило простое. Покинуть этаж могут только пациенты, сумевшие открыть дверь. Давайте спросим про мадам Ольгу. Долгая кома может сказаться на... Что ж, раз вы мне не помогаете, я хочу поговорить с вашим начальством, доктором Ефимовой. Вы сможете это сделать, когда она придет на ежедневный обход. Но не рассчитывайте, что я стану ее беспокоить до этого. Понятно, что дело в ключе. Надо узнать историю вопроса. Хорошо, друзья. Я думаю, вполне достаточно для первой серии. Действительно, необычная пока игра. Я просто как бы был повергнут нахлынувшими воспоминаниями от первой заставки, от узнаваемого саундтрека, от первой мелодии. Я не могу сказать, что я прям уж вот такое испытываю ощущение, что прошло 12 лет. Потому что мы проходили игру недавно на канале, первую и вторую части. И я, в общем-то, помню события. И для меня это сейчас как продолжение. Но, тем не менее, я безумно рад. Безумно рад тому, что вышло, наконец-то, продолжение Сибири. И игра ожидается довольно любопытной. Она стала более взрослой, наверное, более мрачной по-своему. Ну, как это взяли? С самого начала начали в какой-то психушке. Это любой возможный концепт развития сюжета, кроме того, который ожидался вообще людьми, фанатами. Также здесь ожидается появление, ну, по крайней мере, по слухам, появление еще одного персонажа от студии Микроидс, из игры серии Steel Life. Возможно, когда-нибудь у нас появится на канале. Возможно. Ну, я собирался их заснять, но так и не успел. Игрушечка все-таки реализнулась. Так что, возможно. Но, спасибо вам. Я надеюсь, что игра будет интересна, и вам понравится прохождение. Поэтому подписывайтесь, комментируйте, оставляйте ваши оценочки. И мы продолжим уже следующей серии. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok